и снова здравствуйте я приветствую в эфире супер стримера миллионника леви розмана и кей да также известного как вот там чеса леви добрый день спасибо что несмотря на ранний час нашел силы желания и возможность к нам присоединиться как матч следишь за ним ну конечно и надо сказать вам спасибо большое и я конечно сначала хочу просто сказать извинения потому что я я только говорю с моей семьей по-русски я почти практики не имею последние два года здесь никто из друзей ну вот ради этого мы тебя и позвали да чтобы ты потренироваться потренироваться да ну не конечно за матчем смотрю про шахмат я могу чуть-чуть поговорить и ну матч пока очень для меня очень интересно смотреть вот эта вторая партия вчера была ну конечно уже пять лет ждем победу пять лет и четыре дня да да ну я думаю что скоро будет я думал что сегодня даже но как-то все они выяснили после 23 хода черных причем казалось даже что у я надо вот больше шансов склонить чашу весов в свою сторону вчера до дебют очень интересно был ну и первая партия в принципе тоже мне кажется интересно тоже складывалась может быть не так ярко но тоже какое-то столкновение да было но как оцениваешь шансы яна в матче все все хотят поставить какой-то процент туда но шансов там 60 60 для магнуса 80 для магнуса для меня я я про это я в университете занимался статистикой но в класс в класс я не ходил так много поэтому я не могу поставить там 60 70 80 я для меня очень непонятно стиль я на очень там динамически он очень быстро играет он магнуса несколько раз обыгрывал но это было в прошлом но все равно я болею за зрителей я хочу чтобы каждая партия вот было как вчера и вот очень много гроссмейстеров смотрят партии делают комментарии рекапс этих этих игр со вот я я за зрителей но конечно на этом канале надо сказать что для я на и посмотрим если он если он сумеет выигрывать сегодня выигрыш черными было бы просто отлично для него но окей ну вот какие твои шансы того что маль закончится в основное время я я конечно это будет это будет очень фан для всех но я я думаю что закончится после там 11 12 партий я не думаю что будет матч как в прошлый раз что каждый раз когда вот у я на будет он будет белыми играть вот будет цилианская защита будет е4 е5 они будут менять магнус ему нравится играть d4 е4 c4 я думаю что то что то получится но кто знает там карьякин выиграл одну игру а потом даже имел очень хорошую позицию после этого в следующей партии но проиграл это нам сегодня кстати сегодня я комментирую третью партию с сергеем карякиным так что как раз надеемся услышать все секреты во первых какие-то детали до которыми именно он может поделиться о том матче пятилетней давности и о том насколько он был задействован в подготовке я дам я не знаю насколько он откроет карты но тем не менее то есть и твои ставки что матч закончится в основное время да я я думаю что да конечно если будет тайбрейк для меня это еще один видео будет я уже надеюсь 15 декабря выходной или не выходной или у тебя выходных нет ты каждый день на своем сайте что-то на своем канале что-то делать надо надо думать каждый день для меня нет 15 15 декабря это это среда да я тоже как-то день недели распределяю вот вторник но это титульный вторник да там среда это вот этот стримерский турнир арена королей тоже примерно так живем да да для меня суббота воскресенье ну ну люси не работает по выходным мы ходим гуляем но иногда иногда приезжаем обратно домой вот тут чтобы я поставил клип а если я вот пятница там вечером вот вот прям на этом кресле я вот здесь я поставлю видео на следующий день окей тогда мы на но когда суббота мы пойдем куда-то мне не надо про это думать а иногда просто видео не ставлю но это очень очень плохо не ставить видео даже один день да работа такая ежедневная да как каждый каждый день почти вот вот сейчас хорошее время на на ютюбе хотя я не знаю если в россии то же самое но здесь больше компании они ставят advertisement и вот в это время когда крисмас и на новый год там подарки на здесь надо видео ставить она то есть есть какие-то рекламные до дополнительные контракты да да предложения да вот именно от фирмы ага интересно но у нас пока не так потому что у нас новый год больше рождественских как-то но еще не началось не началась вот это предрождественская предновогодняя лихорадка конец ноября у нас нету вот этого дня благодарения да потом нету черной пятницы понятно что как-то магазины это немножко ну то есть везде реклама черная пятница черная пятница но это не такой жиотаж как в америке у нас теперь черная неделя черный месяц у нас даже у нас теперь понедельник то же самое не знаю если вы знаете но у нас сайбер мандит но если ты заплатил 150 неделю назад и сегодня заплатишь 149 вот такой у нас сегодня заплатишь 155 но со скидкой 80 нет у нас благо пока все тихо спокойно но матч очень смотрят тут я говорила пока мы не вышли на связь что много у нас зрители на канале ческом ru и мне как комментатору да и человеку который работает на этом канале понятно что приятнее для такой аудитории работать чем если бы я работала на аудиторию 20 человек я все равно также работала но когда у нас 6000 людей или 10 или 20 это меняет как-то отношение ко всему происходящему вот как тебе живется с каналом в миллион подписчиков вообще можно это как-то ну понять что это как это да ну на ютюбе это не как ютюб твич это разный мир вот на ютюбе ставишь какое-то видео и там люди просто пишут в комменс и это все ты не видишь как бы ну в real time ты не смотришь на экраны там все кричат на тебя оставят эти 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 пепе и мод не знаю даже как это перевести на русский язык но она твиче это это очень разно ты ты сидишь там музыка играешь если не такая официальная комментария и там надо больше ставить вот рекламы там надо кого-то выкинуть если они там что-то плохое написали но для меня на твиче это это мне больше нравится на твиче если вот энергия вот как вы только что сказали есть шесть тысяч зрителей это как бы более интересно для меня а на ютюбе я знаю что всегда энергия будет я могу поставить клип через час я покушал посидел пошел в комменс посмотрел там люди знаешь пишут что какие-то мимс даже не знаю что как как ты сделал видео через полчаса если вот партия только что закончилась вот это смешно для меня и мне мне очень нравится на ютюбе это называется больше family friendly потому что родители смотрят может с мальчиком или с девочкой и матом лучше не надо на твиче можно чуть-чуть сказать если ты что-то не скажешь на на ютюбе вот на твиче можно разные разная аудитория да да но вот все равно секрет успеха в этом тут у нас очень часто же целый бум да в шахматном стримерстве наверное идет ты когда начинал вот стримить и над своим каналом на ютюбе работать сколько лет назад ну я я эту историю только только на английском языке как бы объяснял я начал на ютюбе только где-то в мае в июне прошлого года совсем недавно меня там ничего не стояло я был просто тренер я работал в школе у меня была как бы моя программа там дети играли после школы в турнирах я приходил домой дал ну один на один такие уроки и мне за это платили это я делал лет четыре-пять а после этого начал только как бы на ютюбе конечно этот ковид встал и я не не ходил на эти уроки я не ходил никому домой как-то было было трудно сидеть на зуме с человеком которому шесть лет он не хочет смотреть на лондон опенинг со мной как-то задачки решать там мат в один два хода и не начали я начал опять выходить на твич и ставить клип на ютюбе и вот начались эти сейчас был мастер за все эти вот онлайн-турниры и как-то повезло я я у меня стил сильный ютюбе был я вот мог учить но я мог еще быть как бы клоуном чуть-чуть и из-за этого как-то все пошло вверх и конечно все вот этот еще конечно ферзевый гамбит это был у меня от королева на русском вот такой перевод потому что у нас ферзь видишь мужского рода фигура поэтому несколько сделали совсем другое название ход королевы да я даже не знал вот это 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 все поменяла для навсегда для меня я больше уроков не даю я просто каждый день иногда два раза в день ставил что-то на ютюбе я просыпался в семь восемь часов утра я сидел на твиче шесть часов стрим стримом занимался кушал потом ставил видео чтобы стал там в шесть часов семь часов вечера приходил обратно через три четыре часа снимал еще один видео на следующее утро и ставил вот так я это делал шесть месяцев восемь месяцев потом устал и стал только одно видео загружать каждый день но все равно да вот я как бы понял что вот сейчас придет один не знаю как зрители очень много будет которые либо никогда в шахматы не играли либо играли когда были чуть-чуть помоложе 10 лет 15 лет назад и им надо будет чтобы что-то интересное смотреть и вот так я начал делать мои разные серии гезды и лог когда я смотрю партии и мне надо определить какой какой уровень я не про них ничего не знаю просто смотрю как они зевают там мат в один ход два хода коня слона и надо определиться для меня это очень фану теперь смотрю что будет в будущем как как что мой что будет мой следующий шаг если так правильно сказать есть какие-то планы после того как вот эту волшебную отметку в миллион подписчиков достигает что дальше есть куда ну да конечно 2 миллион 3 миллион жаль что на ютюбе не дают такую штучку на на 5 миллион платиновой нет потому только золотая что ли следующая в 10 это будет будет не знаю через 5 6 7 лет ну а пока планов нету просто каждый день думаю уж как бы что что следующее может какой-то организацию как вот все эти стримеры сделали контракт с такими esports организациями да а так не ничего не буду менять покупать мой криптокеренс и это все понятно ну благо контента у нас шахматного много да его выдумывать не приходится вот сейчас матч это главный конечно контент на ближайший месяц практически но смотри чтобы закончить на какой такой шахматной ноте связаны с матчем сыграны уже две партии какие-то может быть выводы можно сделать по поводу форма шахматистов как ты что-то оцениваешь кто в какой форме можно ли оценить вообще да ну надо сказать что вот как магнус сыграл во второй партии это как он пожертвовал качество даже вот размен был и он как бы ну как сказать неправильно пожертвовал там можно было сыграть слон е3 а он а он сыграл ладья б1 и там все какой размен был ну форма я думаю что надо посмотреть вот третью партию четвертую партию но пока во второй было видно что если вот я не так быстро бы сыграл вот может слон слона 8 или c3 шансы были бы чуть побольше а так магнус сыграл слоне 4 и пошел на атаку и после этого было ну ничья был большой большой размен для я на это я думаю что тут это обычно вот так очень он он очень быстро играет он инстинкт него очень хороший но вот не надо было слона 8 сыграть надо было что-то по-другому увидев вот этот план слоне 4 ферса 2 ну посмотрим я не думаю что магнус пожертвует качество опять а если пожертвовать тогда я думаю что они дебюты будут менять мы не увидим вот это его считает что сегодня повторение е4 не будет да ну или из или не будет или е4 будет но испанки не будет с маршала да да я я я не думаю даже анонс сказал что он думает что не помню сыграть е4 первой партии а после этого только до 44 может быть коня в 3 но и 4 он опять не сыграть если видно что магнус будет играть е4 и 5 и 45 мы можем смотреть опять 12 партии вот этого два дебюта челябинского да да ну форма я если будут партии вот такие тогда ну и не чая-то ничья конечно они борьба будет на все будет интересно ну и твой прогноз на сегодняшнюю партию мы каждый день ставим прогнозы на сайт ческом заходим пока у меня не бывало что-то два из двух две ничьи я пока правильно отгадывала у нас правда на нашем канале еще кошка люся дает прогнозы она тоже правильно отгадывала вот ты не поверишь так что я примерно как кошка отгадываю а ты как ставил во первых на какие результаты ставил если ставил в первых двух партиях я думал что если будет победа тогда извиняюсь но я думал что сегодня если ян сыграет защиту грунтфельд тогда магнус имеет шанс выиграть вчера да то есть если черными да и вот вчера я думал что магнус имеет шанс на выигрыш а вот они сыграли каталан или вот каталан да я 6 д5 вот это тогда я думал что будет ничья это было очень интересная ничья но все все равно было ничья а я думаю что сегодня ян сыграет d4 я думаю что они пойдут в рогозин там слон b4 на четвертом ходу будет и я думаю что все равно будет ничья здорово такой еще конкретный и точный прогноз тоже ждем ждать осталось недолго большое спасибо за то что нашел время и вот поделился своей историей и своими прогнозами и видением матча ну и очень рады всегда видеть тебя на канале если вдруг попрактиковаться в русском заходи двери открыты спасибо большое вам тоже